САМАРСКАЯ СРЕДА Здравствуйте. Какие проекты запустили в Самарском дворце ветеранов во время пандемии? Как освоить интернет и работу онлайн после 65 лет? Где в Самаре работают группы здоровья? В нашей студии Ольга Баранова, директор муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара, дворец ветеранов Ольга Николаевна. Добрый вечер. Рад вас видеть. Здравствуйте, Ян. Здравствуйте, уважаемые телезрители. И с чего бы хотелось начать? Пандемия COVID-19, которую, к сожалению, нам всем приходится переживать, она ведь, как известно, особенно опасна для людей пожилых, людей в возрасте. Вот в этой ситуации расскажите, как пережил пандемию и переживает дворец ветеранов? Как вы работали? Действительно, очень серьезный и тяжелый период и в жизни дворца ветеранов, и людей старших поколений. Потому что, прежде всего, вот этот период самоизоляции, ограничений, он связан тем, что теряются привычные связи, социальные связи, ограничивается круг общения, и очень тяжело потом выходить из этого состояния. Не просто было не только пожилым людям. Сложно было и коллективу дворца ветеранов, потому что шел поиск новых форм, новых методов работы. Очень хотелось, чтобы те наработанные связи и люди, которые обращались к нам за помощью, они с нами остались. Поэтому, прежде всего, конечно, была телефонная связь с нуждающимися в наших услугах. И мы искали активно возможности работы в интернет-пространстве. То есть вы тоже ушли в интернет? Мы тоже ушли в интернет, да. Но благо, что способствовало тому, чтобы наши потребители услуг не потерялись, остались с нами тот проект, который мы реализовали с 2007 года, в частности, компьютерной грамотности. То есть мы вот с 2007 года 13 лет уже обучаем пожилых людей основам компьютерной грамотности. И благодаря этому люди, которые освоили интернет-технологии, они смогли пользоваться нашими услугами. То есть ваши люди как раз, которые с вашей помощью освоили интернет-технологии. Да, наши люди, конечно. И сложно было, непривычно. Понятно, когда глаза в глаза, когда культорганизатор стоит на сцене в нашем актовом зале, ведет концерт или экскурсию, или какие-то другие формы. Но вот мы не видим людей, не видим их глаз, но очень хочется, чтобы вот этот период самоизоляции был преодолен и прожит тоже, чтобы мы никого не потеряли. Поэтому научились проводить наши мероприятия в виртуальном формате, видеоэкскурсии, видеоконцерты, онлайн-мероприятия, фестивали. Мы научились проводить занятия в творческих объединениях с использованием интернет-технологии. В тех же «Одноклассниках» на платформе Zoom мы научились проводить, реализовать городские и областные проекты. Например, поэтический марафон «Победа остается молодой». Мы его запланировали вот в таком реальном виде до пандемии, но поскольку жизнь внесла свои коррективы, то решили провести его вот как раз с использованием современных технологий. Вы знаете, и очень большой получили отклик. Более 800 участников приняли участие в нашем поэтике. 800? 800 участников приняли участие. И количество просмотров, вот сейчас мы посчитали, этого мероприятия, других, которые мы активно работаем. У нас есть официальная группа в «Одноклассниках», в «Контакте», в «Твиттере». Есть официальный сайт Дворца ветеранов. И вот за второй квартал этого года количество просмотров наших мероприятий почти 200 тысяч. Ух ты! Потому что вы хорошая рекламная площадка, между прочим. И рекламная площадка. И как раз вот, наверное, вот эти технологии нам позволили увеличить нашу аудиторию и приблизить наши услуги к пожилым людям. Ольга Николаевна, а какие-то новые проекты запустили вот во время пандемии? Да, да, да. Ну вот могу сейчас анонсировать проект, который называется «Клуб активного дня». Предпосылки создания, вот с марта мы использовали отдельное мероприятие, а сейчас это для тех людей, которые по-прежнему дома, которые освоили технологии современные. Это цикл мероприятий, онлайн мероприятия, видеомероприятия, которые сочетают в себе и зарядку, например. То есть можно, не выходя из дома в своей квартире, в 10 часов, включив официальную группу «Самарский дворец ветеранов-одноклассников», начать делать зарядку с нашим тренером. В 11 часов это концерт. В 12 часов это советы юриста или психолога. В 2 часа это фестиваль «Самарская вишня», который был проведен в прошлом году. Это различные консультации специалистов, касаемых здоровья, здорового образа жизни, каких-то психологических проблем, потому что действительно столкнулись с тем, что много проблем обострилось. Но прежде всего у пожилых людей, да, это вопросы вот именно самоизоляции и потери этих привычных связей. Поэтому анонс на следующий день. Мы вот сегодня в 4 часа, можно зайти в нашу группу и увидеть план мероприятий на уже следующий день. И подключаться к этому времени и стать участниками наших событий. Ольга Николаевна, знаете, о чем подумал? Вот во время самоизоляции даже многие родители жаловались, что детям сложно учиться, что вот как бы это онлайн-образование. Хотя как бы дети, они ведь восприимчивы к новым технологиям. Я к чему сейчас подвожу? А ваши-то, скажем так, люди, это люди в возрасте, так, слово пожилые не хочу употреблять, то есть люди, для которых это еще сложнее. Вопрос, а как вот на самом деле помочь людям в возрасте преодолеть вот этот страх новых технологий? Вот их, ну скажем так, что называется, завести в эту сеть интернет, в эту работу онлайн. Каким образом вообще это нужно делать? Это действительно проблемы, реальные проблемы. Вот я наблюдаю по тем людям, которые приходят к нам на компьютерные курсы. Руки дрожат, голос дрожит. Я боюсь этого компьютера. Да, они боятся нажать что-то не то. Они боятся нажать что-то не то. Поэтому вот в рамках первых занятий как раз наш преподаватель объясняет, что это реально, это не страшно, это возможно. Это техника, которая позволяет и назад, и ничего с вашим компьютером не случится. На самом деле, да. На самом деле, никаких ошибок, все исправимо. Поэтому и начальная компьютерная грамотность, и в том числе работы в интернете, электронная почта, соцсети, все это мы обучаем. Кроме того, есть у нас образовательные курсы, например, с телефоном на «ты». Тоже мы его начали… Со смартфоном даже, так скажем. Со смартфоном, с айфоном, с любым. Причем сейчас приходят к нам пожилые люди, которым дети, внуки подарили, ну, телефоны, которые им уже для них не актуальны. Поэтому приходят там… Но они сложные, на самом деле. Они сложные, они с восьмым айфоном приходят, например. Но не знают, что делать, помимо того, что вот там и кнопочек нет. И вот этот курс мы еще запустили до пандемии. Как раз вот он тоже, ну, достаточно большому количеству людей позволил научиться использовать возможности современных гаджетов для того, чтобы освоить интернет-пространство. Образовательный курс видеоблогинга. То есть мы научили работать в том числе и в соцсетях. То есть у нас ветераны учатся… То есть бабушки ведут блоги. И видеоблоги, стримы делают, все как положено. Все как положено. Это реально, это не страшно. Это вполне обучаемо. Но, конечно, в связи с чем наши курсы пользуются популярностью? Как правило, у родственников, у детей, внуков не хватает просто терпения. Объяснить, донести, несколько раз повторить. А мы умеем это сделать так, что у пожилой человек действительно вот эти страхи, ограничения не снимаются. И дальше человек уже когда понимает, что к чему, это же алгоритмы, это определенные техники, технологии. И все это, причем люди приходят с высшим образованием, которые состоялись в своей прошлой профессиональной деятельности. Поэтому это все реально. Люди, на самом деле, квалифицированные и хорошо образованные, очень часто, для которых вот эта сеть интернет, на самом деле, если не бояться, она простая. Она простая, доступная. Ну, конечно, мы обращались за помощью к родственникам, потому что не все к нам дошли, не все прошли эти курсы. Родным и близким найти время на своих пожилых родственников, найти возможность объяснить, показать, включить ту же группу вот в Одноклассниках, Самарский дворец ветеранов. И дальше уже человек поймет, какую кнопочку ему нажать, чтобы иметь возможность, уже не задействуя своих родственников, выйти в интернет-пространство и получить то, в чем он нуждается. У вас психолог есть в штате, кстати? Да. Потому что то, что вы говорили, это означает наличие профессионала, который понимает, как надо работать с людьми, которые находятся в определенном возрасте. Да. У нас есть в штате психолог, у нас есть в штате юрисконсуль, вообще команда дворца ветеранов профессиональная, достаточно на высоком уровне, и у нас работают люди с особым душевным устройством, потому что это постоянно отдавать тепло, участие тем, которые приходят за ней. То есть это момент, когда у нас не бывает случайных людей. И, конечно, было много работы у психолога, и сейчас, собственно, Марина Гелина Парфенова у нас психолог, она проводила и онлайн-консультации психологические, она очень много работала по телефону, она до сих пор вот в соцсетях ведет группу, где дает профессиональные психологические проблемы, психологические вопросы, освещает. В том числе, как справиться с собственным эмоциональным состоянием, если совсем плохо, как выйти из депрессии, как самому себе вот держать в тонусе свое настроение, состояние, тем самым продлевать себе жизнь. Знаете, вот что меня особенно поразило, у вас работает анимационная студия, вот что меня прямо удивило. То есть люди в возрасте делают мультфильмы, озвучивают. Вот кто стал инициатором этого проекта, и сколько человек в нем участвует, и где можно посмотреть? Да, это один из проектов прошлого года, анимационная студия, которая называется «Серебряный возраст». Вообще вот так получается, что наши новые проекты, ну, наверное, вот начать с того, что Дворцу ветеранов 20 лет, достаточно серьезный путь развития он прошел. И так получается, что около нас, около Дворца тоже объединяются люди, которые готовы что-то новое принести и внести в жизнь пожилых людей Дворца в целом. Ну, в частности, анимационная студия, автором этого проекта стал Владимир Николаевич Юсупов. Просто проходил в Парке Победы мимо Дворца, заинтересовался, что такое Дворец, а у него в прошлом достаточно такая серьезная профессиональная телевизионная карьера. То есть человек знает, как снимать, как делать эти продукты. Вот он зашел, мы разговорились и поняли, что это очень интересно. Что вы друг другу нужны. Да, потому что что такое анимационная студия? Это прежде всего и оздоровительный эффект, потому что я сама с удивлением узнала, что мультик можно сделать из чего угодно. Из ключей, из монеток, из пластилина, из бумаги. То есть это работа мелкой моторики рук, это вот такое оздоровительное направление. Это работа в команде, это творческий подход, то есть для этого нужно придумать сюжет, это все создать, это все многократно повторяется, снимается, и конечный продукт вот такой, который еще и сближает их со своими внуками. И получилось так, это небольшой коллектив, их 8 человек, они занимаются на базе нашего филиала, вот. И каждый месяц это новый мультик в той же, в Одноклассниках, на сайте Дворца. Сейчас вот мы открыли творческий сезон, 20-й как раз, новым мультиком про дедушку и бабушку со звуком. Достаточно, да, живой такой мультфильм, очень интересный, такой привлекательный. Поэтому в перспективе планируем, что и социальные темы будем поднимать и обсуждать, но вот в такой форме, занимательной, интересной. То есть этот продукт, который интересен и взрослым, и детям, и вот такой связующий мостик между разными поколениями. Сейчас мы выходим, вот вместе с Владимиром Николаевичем уже на другой уровень, мы замахиваемся на создание своей телевизионной студии. Да вы что? Да, поскольку говорить о проблемах пожилых, о каких-то светлых, темных сторонах этой жизни, давать какие-то конкретные советы, причем пожилые, о пожилых, то есть я рассказываю, ну, прочувствовав, что называется, на себе, что может быть интересно. Вот, называться она будет «Моей историей», мы сейчас предпринимаем определенные шаги, чтобы оборудованием помочь создать, и есть люди, которые уже готовы влиться в наш коллектив. Вот если, опять же, говорить о людях, которые к нам приходят, вот из последних приобретений наших Татьяна Сергеевна Турская-Ляхова, она учитель английского языка. И вот с прошлого понедельника у нас есть группа, английский клуб называется. Для людей в возрасте. Для людей в возрасте, которые изучают язык, английский язык. Уж, это великолепно, это же продляет жизнь, это работа мозга, это интеллект. Это все в целом, это расширяет простору собственного выхода в мир. Это целый мир у тебя. Это бесплатно? Это бесплатно. Это все бесплатно. А кого у вас, кстати, больше, дедушек или бабушек, вот вы сами сказали, кто чаще-то приходит? Статистика такова, что, ну и, собственно, пожилые мужчины уходят раньше, к сожалению. Да, поэтому основной у нас вот женщины, конечно. Но, опять же, есть и мужчины. Мы их принимаем, мы их не выпускаем, бережем. Слушайте, хорошо у вас мужчины. Да, в частности, вот ансамбль бального танца «Сеньоры», у нас есть такое объединение, это пары, мужчины, женщины. Ну, конечно, это бальные танцы. То есть мы танцуем бальные танцы, вот их у нас семь пар, семь мужчин, семь женщин. Каждый уникален, каждый вот, ну, приходя к нам, от нас уже не уходит. Не уходит, переходя в разные объединения, участвуя в наших событиях. Вот из последних приобретений мы сейчас еще с Самарской Федерацией УШУ проводим зарядку, китайскую зарядку, оздоровительную УШУ для пожилых людей. Я знаю. Мы не рассказывали о Федерации УШУ, об этом проекте, это совершенно замечательная вещь. Ольга Николаевна, я предлагаю сейчас посмотреть интересный сюжет, как раз, кстати, на тему физкультуры и спорта, а затем мы продолжим с вами нашу беседу. Хорошо. Марина Арифулина два раза в неделю приходит на утреннюю зарядку в Клуб Здоровья. В прошлом продавец и заведующая магазином, она привыкла жить активно, двигаться и общаться. Выйдя на пенсию, узнала о занятиях физкультурой, которые организует для людей серебряного возраста Самарский дворец ветеранов. Я очень вдохновилась. Я всех своих знакомых говорю, не сидите дома, ходите, увлекайтесь. Здесь люди просто даже для общения. Вот два раза в неделю, час занятий. Для нас это такое вдохновение. Приходишь, хочется все что-то делать, куда-то еще дальше идти, бежать, а не просто вот дома сидеть. Клуб Здоровья действует уже почти 20 лет. Лидия Александровна посещает его с самого начала. Женщине за 80, и она точно знает секрет хорошего самочувствия. Продолжать заниматься, не сдаваться, радоваться каждому дню. Ольга Николаевна, вот очевидно, что людям в возрасте крайне важно, критически важно сохранить свое здоровье. Вы сказали о том, что у вас есть утренняя разминка, значит, вот в этом новом проекте, который вы сейчас ведете, онлайн-проекте. Есть группы здоровья в Самаре. Вот, кстати, что мне было всегда любопытно. Расскажите подробнее, где проходит занятие, кто ведет и как туда попасть, можно ли туда попасть, например, если ты, ну, скажем так, не ходишь во дворец ветеранов регулярно. Оздоровительное направление достаточно вот такое широкое, стабильное, и мы понимаем, что сохранить двигательную активность именно в пожилом возрасте – это очень важно. Поднять себя, начать с утренней зарядки, привести мышцы, суставы в порядок, что тем самым придав тонус на весь день. – Эмоционально себя зарядить. – Эмоционально зарядить. Поэтому у нас есть несколько групп оздоровительных. Вот сейчас в сюжете была эта группа здоровья. Она занимается два раза в неделю. Погода позволяет – это площадка около дворца, либо в парке Победы, поскольку дворец вот так уникально расположен. – Во сколько в парке Победы? – Понедельник, четверг с девяти до десяти часов. По понедельникам и четвергам. – Принимают всех? – Принимаем всех. – То есть, условно говоря, даже если я пойду и скажу, можно, я тут рядом с вами тоже сделаю зарядку, скажут, welcome. – Да, пожалуйста, присоединяйтесь. Причем понятно, что работают профессионалы. Вот Тамара Павловна Прохорова, руководитель этой студии, которой за плечами многолетний опыт работы в детском саду, в группах именно физических. То есть, она знает, какие упражнения, так, чтобы не навредить, чтобы вот на какие именно суставы, там, группы мышц концентрировать. То есть, это специализированное занятие для пожилых людей. – Ну да, что крайне важно, чтобы была польза, и не дай бог, чтобы вред не причинить. – Да, 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 однозначно. Двигательная активность, вот новый наш проект Самарской Федерации УШУ, это оздоровительное УШУ, это среда, пятница с 8 утра до 9.30 во дворце ветеранов. – Утро. – Утро, да. Это утренец. – То есть, тоже любой пожилой человек может прийти и сказать, я хочу позаниматься УШУ здоровительно, скажут. – Да, пожалуйста, пожалуйста, приходите, расскажут, что вот, например, для здоровительного УШУ у них зарядки с ковриками, ну, минимальный такой набор. И именно для пожилых, то есть специализированное занятие для пожилых. – Физическую активность можно, группа аэробики у нас есть, клуб танцевальной двигательной терапии «Жить танцуя», у нас есть хореографические коллективы, которые тоже способствуют именно вот двигательной активности. – Да, причем вот это уже несколько другой уровень, то есть там не просто для себя потанцевать, получить заряд бодрости, а это уже достаточно профессиональные коллективы. – Это работа в паре, как правило, либо в коллективе. – Либо в коллективе, которые уже представляют свое творчество на разных площадках нашего города. То есть, вот, например, коллектив бального танца «Синьора», про который я уже говорила, он имеет звание «Народный самодеятельный коллектив». То есть это серьезные результаты, это победы на разных уровнях, и там идет серьезная репетиционная тренировочная работа, они занимаются по четыре дня в неделю. И опять же, тоже можно присоединиться и стать участником, потому что вот тут же те же бальные танцы, понятно, что не все имеют пару. Поэтому вынуждены были, у нас есть два направления, парный бальный танец и женская группа. То есть у них там своя специфика, свои движения, костюмы, это другое направление. Поэтому вот мы открыты к тому, чтобы дать возможность максимально в разных видах себя почувствовать. Но и в то же время, вот в рамках клуба активного дня, если у вас нет возможности к нам приехать, прийти на наши площадки, на наши мероприятия, заходите в «Одноклассники», каждый день в 10 часов зарядка. Та же Тамара Павловна специально для вас проведет зарядку. Ирина Пименовна Петрова, руководитель группы аэробики, для вас проведет зарядку. Найдович Елена Сергеевна, руководитель клуба «Жить, танцуй», для вас проведет зарядку. Присоединяйтесь, включайте компьютер и это время посвятите себе и собственному здоровью. Ольга Николаевна, знаете, сейчас о чем подумал? Вы можете вот прямо сейчас пригласить мужчину в возрасте, которые хотят потанцевать, у которых есть время, силы и желание присоединиться вот к вашему хореографическому коллективу, потому что, как вы сказали, скажем так, есть определенные потребности в мужчинах, которые хотят танцевать. Есть, да. Мы ждем во дворец ветеранов в любое время. Достаточно по телефону позвонить, и мы скажем вам в расписании. Но в то же время я хочу пригласить мужчин не только для занятий в объединениях наших, но у нас очень развито такое направление, как танцевальные вечера. Например, танцевальные... Это то, что раньше называлось «те кому за». Те кому за, да. Причем тоже в разных формах, для разной аудитории. У нас есть очень наш добрый друг, партнер Муниципальный Духовой Оркестр, ансамбль «Джаз Ваяж». То есть это танцы под живую музыку. К нам приезжает Муниципальный Духовой Оркестр, и это обычно по четвергам, по расписанию, тоже по телефону вам скажем, либо в сети интернет на сайте есть расписание всех наших мероприятий, либо в нашей газете «Самарский ветеран», которая тоже есть в электронном виде на сайте, получить информацию, когда, и присоединиться. У нас есть дискотеки. Какая прелесть. Второе, четвертое воскресенье месяца с трех часов. Там уже другая аудитория. Это дискотека в прямом смысле. Это ритмичная музыка, это современные шлягеры и так далее. То есть вот в этом направлении. У нас есть балы. Осенний, весенний бал. Вот в октябре будет осенний бал с участием наших танцевальных коллективов. Наших партнеров, танцевальные коллективы из ДК «Заря» придут к нам, из ДК «Победа». И это будет действительно бал с красивыми нарядами, с красивой музыкой. Разные формы. Главное было бы желание не сидеть дома, выйти из своих квартир. И опять же, если вы все-таки ограничены в передвижении, попросите своих родных, близких найти наши ресурсы. Потому что вот сейчас мы уже научились вот с периода пандемии наши мероприятия осуществлять в формате прямого вещания. То есть идет вот в частности 17-го. Вчера у нас в 3 часа был танцевальный вечер с участием «Джаз-вояж». То есть люди танцевали в зале, и была прямая трансляция в одноклассниках в это же время. То есть танцуют у нас в зале, и вы можете дома у своих компьютеров тоже и танцевать, и слушать красивую музыку. Точно так же будет с концертами, точно так же будет с нашими фестивалями. Поэтому присоединяйтесь, не оставайтесь дома. На сайте читайте. Осталось не так много времени. Знаете, какой я хотел вопрос поднять? Старшее поколение очень ценит интеллектуальные игры. Шашки, шахматы. 8 сентября, насколько я знаю, прошел вот ваш городской шахматный турнир. Это вообще регулярный турнир? И сколько у вас вообще любителей шахматы шашек? Да, шахматный турнир – это одна из традиций, традиционных мероприятий Самарского дворца ветеранов. Мы их начали проводить с 2003 года. Вот немножко обсчитались. Геннадий Владимирович Асташевский – это капитан сборной ветеранов Кировского района. Он все… По шахматам. По шахматам, да. Интересно было бы смотреть. Стал… Ну, был участником всех шахматных турниров. Он подготовил для справочку и поправил меня, что в этом году был 16-й шахматный турнир ветеранов. То есть был небольшой перерыв. Вот до 2007 года, когда я пришла уже во дворец ветеранов, там небольшой, и с тех пор с 2007 года мы каждый год, традиционно это в мае, но в этом году вот пандемия внесла свои коррективы, мы провели его в сентябре, ежегодный шахматный турнир. Это личное первенство и это командное первенство. То есть практически все ветеранские организации районные выставляют свою команду. То есть готовятся? Готовятся в течение года, тренируются, состязаются. И личное командное первенство города по шахматам среди ветеранов мы проводим. То есть, соответственно, у вас и во дворце ветеранов можно прийти поиграть? Да. Прийти при… у нас есть шахматный клуб, это вторник. По вторникам собираются шахматисты с 12 часов на нашей базе. В советах ветеранов в каждом районе есть шахматные клубы и не там тренируются. А мы уже выявляем вот команду сильнейшую. Геннадий Владимирович вообще любитель, энтузиаст, профессионал шахматов, необыкновенный человек, которому тоже глубоко за 80 лет. Вот, но он говорит, вот пишет… Слушайте, какой молодец. Да-да-да, он пишет, что дворец ветеранов, это его справочка, он по датам все заполнил. Проследил первое, второе, третье, в каком году какая районная команда ветеранов заняла место. Вот среди них большинство, конечно, Кировский район. То есть, вот он сам собирается шахматистов в своем районе, тренирует, и на наших шахматных турнирах они побеждают. Ольга Николаевна, к сожалению, время программы подошло к концу. Вы знаете, в конце я теперь понимаю, даст Бог, я доживу до пенсионного возраста, ну, с учетом всех реалий нашей жизни, я понимаю, куда я буду ходить, будучи пенсионером, и где я буду проводить свое свободное время. Надеюсь, что ваш дворец будет по-прежнему работать. Ян, у нас есть такой негласный девиз, жизнь после пенсии только начинается. Почему? Потому что появляется главный ресурс время, а мы поможем это время организовать с пользой для вас. Приходите к нам. Совершенно верно. Вот давайте на этом и поставим многоточие. Напоминаю, в нашей студии была Ольга Баранова, директор муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дворец ветеранов». И помните, что все мы когда-нибудь будем пожилыми людьми. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова